Здравствуйте! Вот вы знаете, я хочу пояснить, для чего существует фундаментальная наука, фундаментальная физика, которая занимается всяким исследованием далёких объектов, которые находятся чёрти где от нас за тысячи и миллионы световых лет, и миллиарды. То есть те объекты, которые мы руками не потрогаем, которые, в общем-то, в нашей жизни практически не имеют никакого значения применения, кроме разговоров про них в популярной литературе. Позволяет продать наивным читателям рассказ про далёкие объекты во Вселенной. Может, лектор какой-нибудь вроде меня воодушевлённо рассказывает про взрыв сверхновой звезды, как она сжимается, как она разбрасывает, что-то там такое. Вот эти вот вещи. Так вот, значит, не так давно встал вопрос, откуда к нам прилетают космические лучи. Космические лучи – это в основном протоны очень больших энергий. Таких больших энергий, которых на Земле получить нельзя. Эти энергии умопомрачительные. То есть это там 10 в какой-то степени, в очень большой степени, электрон-вольт. У нас единица измерения энергии электрон-вольт. Это такую энергию приобретает элементарный заряд, как вот у электрона, пройдя разность потенциалов 1 вольт. Вот, например, да, а массы, мы принято бы у нас выражать, масса частиц, масса покоя, да, энергия покоя, mc квадрат. Вот, например, масса электрона – это примерно пол-мева, половина мегаэлектрон-вольта. Вот масса протона – примерно ГЭФ, и нейтроны тоже, примерно ГЭФ, 10 девятый электрон-вольт. Вот такие вот массы, да, вот такие вот, значит, энергии. Вот, ну а сейчас уже у нас ускорители, которые ТЭВы, да, ГЭФ – это 10 девятый, а ТЭВ – это 10 в 12 электрон-вольт создаёт, а оттуда из космоса ещё больше приходит, там 10-20 какой-нибудь степени. Представляете, как здорово? Они, когда попадают в атмосферу, они движутся со скоростями, превышающими скорость света в воздухе. Ну, вообще скорость света в воздухе так вот мало отличима от скорости света в вакууме, но всё-таки отличима, и, понятное дело, вот этот вот протон, летящий из глубин Вселенной, он такую имеет огромную энергию, такую огромную скорость, почти скорость света. Почти-почти. Почти-почти-почти даже вот коэффициент преломления воздуха в верхних слоях атмосферы, он всё равно, значит, некий… То есть вот вы скорость света делите на коэффициент преломления света в верхних слоях атмосферы, это один, запятая ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль, вот так вот много нулей, вот. Вот на него вы делите, и оказывается, что там скорость этого протона больше, вот эта ничтожно отличающаяся от скорости света скорость. И он излучает черенковское излучение на Земле, черенковское излучение регистрирует, включает аппаратуру, и срабатывает систему регистрации шала, широкого атмосферного ливня, потому что это протон, потом вызывается, значит, ударяет какое-нибудь атомное ядро, и поток вторичных частиц, те ещё следующие ядра разрушают и так далее. Это мне напоминает историю про то, как будут пучками протонов производить огромные потоки нейтронов, или просто пучками протонов расшибать, например, атомные ядра, атомные ядра тяжелее железа, ну, например, свинец, да, он же тяжелее, железо 56, тяжелее. И при его синтезе, когда-то, во время взрывов сверхновых звёзд, энергия была затрачена на него, синтез, да, понимаете. Вот пока вы синтезируете что-то до железа 56, 56 – это, значит, количество нуклонов в атомном ядре, у энергии ещё выделяется. А когда что-то более тяжёлое, как, например, уран, энергия поглощается. Вот уран удачно можно делить ядрами, да, вот некоторые изотопы, уран-235, уран-233, плутоний-239, вот они делятся ядрами и, в принципе, могут использоваться, значит, вот для получения энергии в атомных реакторах или, не приведи бог, для создания атомных бомб. Вот, вот они могут использоваться. Вот, а тут что? Ну, а тут, пожалуйста, используйся, да. Вот представляете, вот откуда они там во Вселенной берутся с такими энергиями? Вот откуда берутся? Ну, потому что, ну, в принципе говоря, вот, например, то, что мы имеем в виду солнечный ветер, это просто тепловое движение частиц плазмы Солнца. На Солнце бывают, значит, взрывы, которые связаны с тем, что перемешивается солнечное вещество. И вот, значит, в этих, в районе дыр, не дыр, а как от темных пятен на Солнце, пятен на Солнце, вот возникает, значит, выход материи сюда. Вот нам летит солнечный ветер. В основном это, значит, частицы гелия. Ну, ионы гелия, да. Вот, в основном. Гелия и водорода, ионы летят, солнечный ветер. А тут какие там энергии? Там нет тех энергий, что в этих космических лучах. Откуда берутся космические лучи? Как они? Как работает вот этот вот галактический звёздный ускоритель? Ну, по-всякому придумали. Ну, вот, может быть, они движутся по орбите вокруг мощного магнита в центре галактики. И вот они движутся, и каждый раз проходят изменяющиеся, в полях плазменных изменяющиеся разность потенциалов. И так вот набирают огромную энергию, а потом попадают. Ну, по крайней мере, сказать, откуда прилетел, ну, откуда прилетел, можно сказать, что это именно то было его направление, в котором его ускоряли, нельзя. Потому что в магнитных полях галактики они наверняка изменили своё направление. А про что можно точно сказать, откуда прилетел? А то, что нейтральные частицы летят. Нейтрон, он слишком краткоживущий, чтобы из неба прилететь. А вот гамма-кванты прилетают оттуда, откуда нужно. И есть ещё гамма-астрономия сверхвысоких энергий, вот тех самых, про которых я сказал. Эти гамма-кванты могут возникать как раз в процессе ускорения вот этих вот нейтронов, протонов в первичных процессах. Ну, вот есть мнение, что это ускорение первичных протонов происходит в джетах, которые излучают нейтронные звёзды, чёрные дыры. Ну, в основном нейтронные звёзды, скажем так, потому что именно они есть в нашей галактике. Чёрные дыры, ну, слава богу, наша чёрная дыра на нас не светит. Слабая. Она уже старая. Старая, дряхлая, очень толстая. Дряхлая, потому что есть нечего, потому что вокруг неё ничего не летает, что может у неё упасть. Вот. А вот нейтронная звезда – это, значит, вращающийся очень быстро комок нейтронов. У неё большое магнитное поле, и вот у неё возникает вот этот самый джет-пучок, пучок релятивистских электронов, который вот может светить и в сторону Земли, да, вот этот пульсар называется. И вот есть мнение, что именно этот и рождает. В принципе говоря, таким образом, такого рода исследования, вообще говоря, может ответить на вопрос, а нельзя ли каким-то образом с помощью земных технологий заставить так вот быстро двигаться протоны. Вот тогда мы получим неиссякаемый источник энергии. Нам не нужно будет добывать уран. Нам достаточно будут тяжёлые изотопы вообще. Вот свинец он тяжёлый, вот золото. Ну, золото жалко. Носите себе блестюшки-то, да? Пожалуйста. А вот свинец, ну, его не очень жалко. Вот давайте его на энергию переделать. Нужен мощный пучок протонов только, да? Вот, может быть, удастся создать, глядя на эти пучки. Правда, у них длина, у этих пучков, ну, ого-го, не забаловишься. Само ускорение-то медленно происходит. А нам на Земле хотелось бы покороче, ну, сотни километров, ну, тысячи. А ещё лучше там где-нибудь, чтобы в написанном столе разместить. Или, по крайней мере, в цехе какого-нибудь заводском. Вот такие масштабы. Ну, вот я вам объяснил, почему фундаментальная наука – это не есть что-то ненужное совершенно. Это есть вещь, где что-то ищут. Вот это примерно так, как вот отправляются куда-то геологи, путешественники, изучать какую-то местность. Они там бьют шурфы, достают оттуда из шурфов почву, изучают ее элементный состав. Глядишь, они найдут месторождение. Угля, нефти, газа, металлов, золота, платины, урана, всего чего угодно. Вот, хотя это, в принципе говоря, в большинстве своём это артельно-прасный труд. Вот прокопали, пробурили, изучили. Ну, в крайнем случае, нашли залежи песка, которые можно, в принципе, будет достать и потом, значит, в строительном деле использовать. Ну, нашли там где-то гравий. Вот его там можно будет раскопать и использовать. А так, пусть и лежит. Ну, вот это вот геология. А тут вот раскопали, как вот там протоны ускоряются. Может, самим-сами сможем так ускорять. И заживём тогда с энергией-то большой, да? Дружно и мирно во всём мире. Не надо будет ничего делить. Дай бог, дай бог. Помню тогда необходимым условием коммунизма, по крайней мере, в третьей программе партии, которую КПСС приняла на 22-м съезде, было освоение термоядерного синтеза. Это необходимые условия построения коммунизма в нашей стране. Чём его должны были усвоить к 80-му году? Его, как вы понимаете, не освоили до сих пор. А в 80-м году вместо ранее объявленного коммунизма провели московские 22-е Олимпийские игры. Обратите внимание, на 22-м съезде приняли программу, а в 80-м году 22-е Олимпийские игры. Случайно? Как вы думаете, это было? Это такое предзаменование. Ну вот, спасибо большое. Подписывайтесь на мой канал. Жертвуйте мне деньги на житьё и прожитьё. И идите ко мне в Бусти. Ищите меня, у меня там есть ссылка. В Бусти вы сможете, став подписчиками, Бусти, там за деньги подписка есть, смотреть мои видео для сдающих ЕГЭ по физике 36-полуторачасовых лекций, по математике 36-полуторачасовых лекций. Есть лекции по ТОИ и по матанализу. И плюс к этому ещё вы можете отдельно, если вы не подписчик, смотреть видео всякие про науку и про то, про сё по 50 рублей штучка. Всего доброго вам, до свидания. Всех вам благ, деньги ваши жду. Высылайте.